Идеальный клиент это лысый клиент Просто что-нибудь делай, вот так, а мы пока поспим Вот нет, не отрезай, мне там на 2 мм больше Господи, что ты вообще сделал? Я не хочу так выглядеть Знакомая ситуация? Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал Думаю, что многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда парикмахер в салоне подстриг или покрасил нас не так, как нам бы хотелось Хотя вроде бы мы все подробно ему объяснили, в деталях рассказали, но результат в итоге нам все равно не понравился Знакомая ситуация? Я тоже была не исключением, пока в какой-то момент не стала придерживаться определенным правилам и рекомендациям Которые, кстати, выработала сама за долгие годы посещения салонов красоты Кто на моем канале впервые и не знает меня Я на протяжении где-то 12-13 лет уже крашу волосы, меняю стрижки и это все на постоянной основе На самом деле я уже сбилась со счета, сколько лет в итоге, но в любом случае это больше 10 лет Поэтому сегодня я поделюсь с вами этими правилами и рекомендациями, которые помогут вам общаться с парикмахером так, чтобы не расчароваться в результате окрашивания или стрижки И уйти из салона красивой и максимально довольной Ну, или довольным, мало ли нас будут смотреть мужчины Думаю, что многие из этих рекомендаций можно адаптировать и под них И обязательно досмотрите это видео до конца, потому что я отправлюсь в салон красоты И спрошу непосредственно у мастеров, чего же они ждут от нас, клиентов, каких вопросов, да Уверена, будет полезно всем послушать И также я задам один из актуальных таких горячих вопросов Что же делают мастера в случае, когда клиент, ну, совершенно недоволен результатом стрижки или окрашивания Когда он говорит, что, господи, что ты вообще сделал, я не хочу так выглядеть Что в этом случае обычно предпринимают ребята-парикмахеры В общем, смотрим, поехали Итак, первая рекомендация, она очевидная, но почему-то многие совершенно ей не следуют Это просто-напросто готовиться к походу в салон Что делаю я? Я рекомендую иметь мутборд с фотографиями того, что вы хотите получить от мастера Например, я сохраняю часто фотографии листа ленту инстаграма со стрижками у девушек, которые мне очень нравятся Или с цветом волос Вот сейчас я завтра иду как раз в салон и хочу сменить цвет, обновить его И вот подобрала себе оттенки пастельно-розового Те, которые мне нравятся и которые, я думаю, что мне пойдут Но вот я хочу примерно вот такое получить и надеюсь, что так оно и будет На самом деле наглядный пример всегда намного лучше, чем пример словесный Когда вы просто объясняете или же даете название вообще стрижки Мне очень часто пишут в комментариях под видео или в директ в инстаграме Вопрос, как называется моя стрижка Но я всегда отвечаю девушкам, которые задают мне такие вопросы Берите фотографию, берите даже лучше видео и показывайте своему мастеру Потому что это будет намного полезнее и нагляднее для него И мастеру будет намного легче понять, что вы хотите И уже адаптировать эту стрижку или этот цвет волос под вас Потому что я могу как-то неправильно ее назвать У меня постоянно длина отрастает или наоборот становится короче И я тоже могу упутаться Или же вы залезете просто в интернет погуглить, как виды каре, виды стрижек И назовете просто то, что не совсем в итоге хотели Или же мастер вас не так поймет Поэтому имеем наглядный пример и показываем фотографии мастеру или видео Можно не только в инстаграме искать Можно использовать журналы, я не знаю, не призываю вас вырывать листочки Но просто можно сфотографировать на телефон И иметь всегда эту фотографию под рукой Следующее правило Это обязательно говорить мастеру о том, что вам не нравится Или чего вы не хотите получить в результате Например, вам не нравится, когда какие-то пряди лезут вам в лицо И они вас раздражают Или же челка, которая выше бровей, тоже вас безумно бесит И вы не хотите такую челку, вам нужно строго, чтобы она четко закрывала брови Обязательно нужно сказать, нельзя стричь ниже Или там нельзя стричь так, чтобы мне вот здесь вот все лезло и жутко меня бесило Также обязательно скажите, что вы не любите, например, долго укладываться Если вы делаете какую-то новую незнакомую вам стрижку А она по факту окажется очень сложно укладываемая дома, да, самостоятельно И для вас будет такой не очень приятный сюрприз Вы будете мучиться, и это все будет очень дискомфортно Поэтому обязательно предупредите мастера, что нет, я не люблю стрижки, которые долго укладываются Это мы не хотим, этого нам не нужно Если говорить про окрашивание, тоже скажите, что вы не хотите, чтобы отрожшие корни сильно бросались в глаза Например, вам куда-то нужно поехать на долгий период, где вы не сможете ходить в салон А волосы вы там, например, часто красите Мастер должен понять, что в этот раз он там красит вас не по единой линии, а делает какую-нибудь растяжку цвета Чтобы было комфортно вам ходить потом, когда волосы будут отрастать Чтобы вот этот переход был незаметен и чтобы у вас все было красиво на голове Далее, следующая рекомендация Это во время того, как вас будут стричь, спросить у мастера, как правильно укладывать вашу новую стрижку Ну или же даже не новую, если вы постоянно стрижетесь, но до сих пор почему-то не спросили о способах укладки Потому что мастер точно должен знать и рассказать вам, хотя бы два дать вам примера того, как можно уложить вашу стрижку красиво Так, чтобы было какое-то разнообразие Например, дать вам дневной вариант и вечерний, чтобы у вас уже был какой-то выбор И вы дальше от него как-то плясали и, возможно, экспериментируем Потому что все-таки не все люди такие, как я, которые сами придумывают укладки сегодня с одной, завтра с другой Некоторые этого в принципе не любят, все люди разные, как я уже говорила Поэтому просто спросить, если вы не любите заморачиваться насчет укладок, обязательно спросите мастера Пусть он расскажет, покажет вам наглядно, как можно укладывать вашу новую стрижку, ваши волосы И, может быть, сам даст рекомендации по стайлинговым средствам, которые необходимо приобрести, чтобы у вас быстрее и лучше получалась укладка От пенок, спреев до каких-нибудь лаков или паст, гелей, я не знаю, какая у вас укладка У нас у всех разная длина, да? И разный тип волос Следующее правило касается окрашивания Но оно аналогично предыдущему правилу про укладки и рекомендации Пока вы сидите в кресле и ждете, пока тон начнет проявляться, вы можете спросить у мастера Как лучше ухаживать за окрашенным цветом, за окрашенными волосами Это могут быть блонд, это может быть темный цвет или какие-то вообще цветные, яркие тона, цветные волосы У всех свой подход, плюс, конечно же, здесь сказывается и ваш тип волос В каком волососостоянии И никто лучше, никто иной, как мастер, должен вам рассказать о том, как лучше, как максимально результативно ухаживать Максимально эффективно ухаживать за вашими волосами и вашим новым цветом Как часто делать маски для волос, какие именно маски делать для окрашенных волос или же питательные Какие шампуни лучше использовать, марки Если мастер предлагает что-то очень дорогое, то уточните, возможно, есть какие-то аналоги в более бюджетном варианте Здесь уже все на ваше усмотрение, на ваш вкус и кошелек, как говорится Следующая рекомендация, она такая глобальная И я подытожу все мои рекомендации, которые я сказала до этого Это общение, потому что никто, кроме вас, не спросит у мастера, как вам нужно укладываться, как ухаживать И что вообще пойдет вам, исходя из вашей формы лица Потому что, возможно, то, что вы себе подобрали, не очень вам будет подходить Поэтому нужно всегда спрашивать, нужно всегда советоваться и нужно общаться Да, некоторые мастера не очень разговорчивые или же вы не очень разговорчивые Но я уверена, что 5 минут общения выберет себе какие-нибудь там 5 или несколько глобальных вопросов Которые могут сэкономить вам время и нервы Просто уделите этому несколько минут общения, если вы не любите совсем разговаривать И просто задайте прямо, скажите, вот мне нужны ответы на эти-эти вопросы, которые мы сегодня говорили И потом дальше сидите, читайте книжку, листайте журнал Или слушайте музыку и не беспокойте ни мастера И будьте в гармонии с собой Так вы сможете, как я уже сказала, просто сэкономить себе нервы Не переживать по поводу того, что у вас что-то не получается с укладкой Или вообще, что вам здесь сделали на голове, что это такое Общайтесь, и так вы сможете сделать процесс окрашивания, процесс стрижки И его результат максимально качественным и максимально подходящим для вас Ну а теперь я выдвигаюсь в салон красоты И буду опрашивать моих знакомых мастеров И задавать им вопросы по поводу идеального клиента Идеальных вопросов от клиента для них И мой каверзный вопрос обязательно будет по поводу недовольных клиентов Скажи, какой для тебя идеальный клиент? Что он должен сказать, чтобы ты его правильно поняла и сделала так, как ему понравится? Всем привет, меня зовут Света Телешевская И я являюсь топ-экспертом в студии Парк Байя Сепчук Но вот лично для меня идеальный клиент – это человек, который открыт для своего мастера То есть он приходит, садится в кресло и доверяет мастеру, к которому он сейчас обратился И нет такого, знаете, что вот нет, не отрезай мне там на 2 мм больше Или нет, мне нужен обязательно вот именно этот тон и не полтона вправо или влево То есть это должно быть все-таки, чтобы коннект был мастера и клиента Чтобы вышли вместе в ногу и при этом, то есть мастер понимал вас, а вы мастера Но прежде всего это обязательно доверие Понятно А были ли у тебя случаи, когда клиент был недоволен, что в такой ситуации делать? Переделывать или, может быть, не включать что-то в сумму или просто бежать от этого человека? Слушайте, ну, конечно, мы стараемся, чтобы таких ситуаций не было Но если вдруг у вас происходит такая история, что ваш клиент недоволен То лучше тут же на месте предложить исправить то, что ему не понравилось Ну, по возможности Понятное дело, что если у него были длинные волосы, там, не знаю, по поясу И вы подстригли короткую стрижку, здесь вряд ли вы уже что-то исправите Но в целом, я думаю, что лучше решать на месте Чтобы уже человек все-таки ушел от вас с хорошим настроением Понятно Все, спасибо большое До встречи Для меня идеальный клиент, который в первую очередь эмоциональный клиент Потому что без эмоций не бывает ничего, абсолютно Ну, ты тоже ждешь какого-то общения Мне вот Света говорила про доверие Ну, на самом деле, я такой, знаешь, неразговорчивый мастер, когда работаю Ага И у нас, скорее, энергетический обмен с нашим Понятно С нашим клиентом И у меня все клиенты, клиенты-друзья Ага, понятно То есть, обычно они приходят и уже все остаются Все, да, абсолютно Они там, знаешь, вплоть до того, что они говорят Просто что-нибудь делай, вот так Ага А мы пока поспим А были у тебя ситуации, когда вот вообще не нравилось И тебе клиент говорит Господи, что это, вот что ты делаешь Ну, конечно, было Что в таких ситуациях ты делаешь? Ну, в таких ситуациях мы, конечно, начинаем выяснять, в чем причина И выясняется, что дело-то не во мне, понимаешь? А в основном всегда бывает во второй половине, понимаешь? Либо отсутствие ее Ага Либо весна, там, знаешь, либо еще что-нибудь Ты предлагаешь переделать или как-то исправить? Ну, я предлагаю очень мягко, тактично найти какие-либо там нюансы того, чего не нравится И, конечно же, все в хорошей дружеской атмосфере Все это исправить, переделать Ну, остаться довольным в любом случае Чтобы остался довольный клиент Ну, вот так Ана, спасибо большое тебе Так, Кирилл Да Идеальный клиент – это лысый клиент На самом деле идеальный клиент, наверное, это тот, который Ну, если вкратце, то знает, что он хочет Знает, какой цвет он хочет Слушай, а вот были ли у тебя случаи, когда, ну, прям вот клиенту вообще не нравилось, что ты сделал? Один раз у меня была история, когда клиентка… А ты запикаешь? Да Когда клиентка стояла на ресепшене и кричала на меня, что вы мне *** покрасили Это сейчас не преувеличение, это прям цитата на самом деле И что вы с ней… Не знаю, что делать в таких ситуациях, как бы никто не мог ее вообще… Привести в чувства Да, у нее еще был день рождения на следующий день То есть, ну, я просто вообще собрал комбо прям какое-то Ага На следующий день мы ей звоним, поднимая трубку и там… Утс-тс-тс Мы понимаем, что все нормально, день рождения вообще все супер И цвет… И цвет, в принципе, клевый, и постриг я ее хорошо Так что, может быть, даже дело было не в цвете, и не во мне Невозможно быть готовым к такой ситуации И как-то, я не знаю, быть friendly, наверное, да? Как-то уводить это все в какой-то позитив И предлагать выходы… Ну, как говорится, у меня очень давно не было негативных отзывов Ну, надеюсь, и дальше не будет Спасибо! Спасибо, что ответил Ну, а теперь мы покажем, как же… Что же мы со мной сделали Красиво, конечно Поэтому все Всем пока! Красиво! Блин, очень красиво смотрится на видео Субтитры сделал DimaTorzok